Всем привет! Кто еще со мной не знаком, меня зовут Оля. Вы на моем парфюмерном канале. Заходите в гости, подписывайтесь. Конечно же, устраивайтесь поудобнее. Сегодня на повестке дня у нас с вами будет знакомство с новым, по крайней мере для меня, с новым парфюмерным брендом. Это итальянский нишевый бренд. Возможно, это будет также открытие и для вас. У меня замечательная парфюмерная обновка, с которой я уже успела достаточно близко познакомиться. И, конечно же, хочу познакомить вас. Возможно, вам это также будет актуально и полезно. Сегодня мы с вами будем рассматривать вот такой вот тревел-сет из трех разных ароматов от бренда Coreterno. Как я уже сказала, это итальянский бренд. Вообще, у них в бестселлерах, в таких вот нашумевших ароматах, которые постоянно у меня как-то... Так получалось, что мелькал перед моими глазами. Это у того или иного блогера мистический сахар, мистик щуга. Здесь он есть. Мой сет называется Sweet Karma. Как нам пишут, это Limited Edition Travel Set. То есть, возможно, это, да, лимитированная коллекция, именно выпускаемая в таких вот форматах. Поэтому, если вас заинтересует, конечно же, успевайте. Прежде чем начать, я хочу вас попросить, конечно же, подписаться на канал, если вы этого до сих пор еще не сделали. Проходите вниз под видео, там вы найдете ссылки на все мои соцсети. Заходите в Telegram. Кстати, там сейчас у меня идет розыгрыш двух замечательных ароматов. Возможно, вам это также будет актуально и полезно. Также вся информация по поводу данного аромата. Ссылочка на сайт и 10% промо-код на сайте Рандеву, который сделает вашу покупку, конечно же, дешевле на 10%. Если вам все это актуально, проходите, пользуйтесь. А мы с вами начинаем. Как я вам уже, да, начала говорить, я присматривалась к аромату Mystic Shuga, именно который мистический сахар. Но когда я у наших Рандеву увидела вот такой вот Travel Set, по-моему, их два разных наполнения, но мне было важно именно попробовать сахар. Я, конечно же, сразу заказала его себе, потому что уже терпения моего нет, но целый флакон именно сахара покупать мне как-то дороговато, и тем более 100 мл, тем более вслепую. То есть мне показалось более выгодно и более приятно купить такой вот формат. Во-первых, оформление очень красиво, дорогое, такое черно-золотое, черно-золотой какой-то рисунок. У бренда очень много различных средств, именно ароматических средств также для дома, свечи, диффузоры. То есть если вы такое любите, также можете присмотреться. Ну, я пока остановилась на ароматах. Если, кстати, вы знакомы с ароматами для дома, также черкните, стоит ли на них обратить внимание. Здесь у нас такой вкладыш, и на обратной стороне вся информация касаема вообще всех, по-моему, ароматов, которые есть у данного бренда. Поэтому это очень удобно, очень классно. И вот таким вот образом выглядит сама презентация флакончиков. Здесь три аромата по 10 мл. И, что самое интересное, ставки мои были, очень большие ставки надежды, да, были на аромат «Мистический сахар». А он классный, сейчас всё расскажу. Но нечаянно, не гаданно, моё сердце пронзил абсолютно другой, совершенно другой аромат, про который я даже не читала. Я вообще не читала. И решила сделать себе такую прям суперслепую лотерею, суперслепую покупку. Настолько он меня изумил. Я вам попытаюсь сейчас рассказать все эмоции, которые меня посещали, когда я носила данный парфюм, когда я знакомилась с ним. Другой, не сахар. Давайте по порядку. Начнём всё-таки с «Мистического сахара». Таким образом выглядят флакончики. Всё эстетично, лаконично. Если, кстати, вы знакомы с брендом, если вы знакомы с другими ароматами, которые не будут сегодня участвовать в обзоре, также, пожалуйста, дайте обратную связь, потому что я прям прониклась. Мне очень понравилось. Мне понравились все три аромата. Что-то больше, что-то меньше, но в общей сложности бренд зашёл. «Мистический сахар» мне не про сахар. То есть, если вы не любите сильно сладкие сахарные ароматы, прям суперсъедобные, то это вообще не про то. Старт у него достаточно свежефруктовый. Знаете, даже, наверное, не совсем свежий. Мне пахнет ананасом, но не свежим, а такие вот уже цукаты-кружочки, которые посыпаны сахарной ванильной пудрой. То есть, это вроде бы и сладко, но одновременно с этим также и свежо, и чуть-чуть кисленько. И к этой фруктовой красоте добавляется красивая, благородная, опять же, не сильно сладкая древесная ваниль. То есть, как такового сахара я здесь не слышу. И что самой интересной изюминкой данного парфюма, я, если честно, не ожидала этого слышать, является очень красивый такой плотный пудровый аккорд какао. Я вообще обожаю какао, как он пахнет. Оно он, как этот напиток пахнет, извините, как-то это заклинило. Мне очень нравится нота какао. У меня есть аромат от бренда Arabesque, от бренда The Merchant of Venice, который называется Arabesque. Вот они немного где-то сходят. И те Arabesque, они более сладкие, более пудровые. Какао ещё более плотный. Этот вот за счёт того, что в старте мы слышим вот эту вот прекрасную, классную ананасовую нотку, он звучит более свежо, не так плотно. Именно поэтому это может быть абсолютно универсальный парфюм на любой случай жизни. Ну, возможно, не совсем для лета, потому что всё-таки это какао, ваниль, такие вот приятные гурманские аккорды, они, сладкие именно аккорды, они красивым образом раскрываются в прохладную, более прохладную погоду, уж не совсем когда на улице 30 градусов. То есть сейчас, допустим, вот 20, плюс 20, и прекрасным образом заходит данный парфюм. Я его носила в качестве аромата дня. Это стойко, это приятно, это комплементарно со стороны. Мои домочадцы сказали, да, мама, у тебя вкусно пахнет. Поэтому, если вам такое актуально, если вам такое нравится, если вам нравятся ароматы на тему сладости, но не переслащённые, то есть, да, как я их называю, сладости без сладкого, то вам однозначно стоит на него обратить внимание. Красивая, мне нравится вот эта вот рассыпчатая пудровость какао. Приятная находка, да, покупка, приобретение. Но, если честно, вот в большем формате мне не надо. Мне достаточно. Как я уже сказала, у меня есть большой флакон аромата от бренда The Merchant of Venice. Тоже с красивым какао. Поэтому пусть будет. Если вдруг вы ищете какао, и вам прям вот хочется что-то такое, не как у всех, да, однозначно обратитесь. Вот, давайте, давайте плавно перейдём к аромату, который меня покорил, который меня вдушевил, вдохновил, который мне настолько приглянулся, что вот его бы я, наверное, хотела в большем объёме, именно в полноценном флакончике. Поношу-разношу, не надоест ли, но такое, наверное, вряд ли надоест. Это очень красиво. Единственное, он такой стойкий, что, возможно, этот флакон я буду носить долго. Да, аромат называется No Sleep. И когда я его впервые распылила, я вообще не читала пирамиду. То есть я хотела просто сама поразмышлять, чем же это пахнет, и потом, возможно, сравнить эмоции. Когда я его только распылила, он мне навеял ощущения даже больше, он мне навеял какие-то ассоциации, нежели конкретные ноты, которые, допустим, из которых собран данный парфюм. Он мне запах снежный зимой. То есть если вы ищете аромат снега, но, опять же, не вы ищете, это я, допустим, уже несколько зим подряд ищу для себя что-то такое, чтобы напоминало именно запах снега. Я знаю то, что у Том Форд есть аромат Солейнежа. Я его даже как-то пробовала, по-моему, он мне понравился. Сейчас как он пахнет, я в упор не помню, но, извините, там цена вопроса вообще неприподъемная, поэтому как-нибудь уж без него. Вот этот аромат мне ни в коем случае не делала аналогии с Солейнежа, потому что, как я уже вам сказала, я не помню, как он пахнет. Пахнет снежной зимой, пахнет сугробами, пахнет такими вот переливающимися на солнышке льдинками. И это настолько классно. Он прям вот какой-то хрустящий, он какой-то такой морозный, но одновременно с этим он и пудровый, он и ванильный, он и, господи, бело-цветочный, и пломбирный, как будто чуть-чуть альдегидный. То есть вот всё, что я вам сейчас перечислила, все эти компоненты мне отвечают именно за снежность в аромате. У меня в коллекции нет ни одного аромата, который бы мне напоминал вот такую вот ассоциацию, делал бы такой вот отсыл к зиме. Опять же, я говорю только за себя, не факт, что так будет у вас. Что же, что же нам положили в этот прекрасный снежный аромат? Здесь очень красивая лилия, и я прям чувствую её вот прям белой такой, вот как наряд невесты, даже как будто бы её листочки чуть-чуть, лепесточки накрахмалены, и пахнет очень красивым лилейным ароматом, но не душным, ни в коем случае не застоявшимся букетом в воде, когда уже начинает такой появляться привкус болотца. Такие тоже, кстати, ароматы есть. Нет, здесь прям вот очень красивый ванильно-пломбирный, да, лилейный букет. За снежность здесь отвечают гиацинты. Прям весенние такие трогательные, но тем не менее, они ещё, они распустились настолько рано, что на улице ещё лежит снег. Допустим, в нашей средней полосе России гиацинты уже начинают продавать в маленьких таких вот горшочках, да, в каких-то там супермаркетах, а на улице ещё зима, то есть это ещё февраль, но именно запах вот этих вот свежих гиацинтов почему-то у меня ассоциируется ещё с зимой. Возможно, это уже самый конец, но тем не менее, всё-таки морозная свежесть в воздухе ещё присутствует. Обязательно снежок переливается, обязательно хрустит. Возможно, как я уже сказала, есть немного альдегидов, которые как раз отвечают за этот морозный хруст. Много-много солнца и пломбирная ванильность. Он мне, знаете, на каком-то этапе даже напоминает Tom Ford Metallic. Там тоже такой вот контраст идёт пломбирной ванильности и вот этих звенящих альдегидов. Он для меня, кстати, тоже очень-очень такой суперзимний, но он как таковым снегом мне не пахнет. Больше такой заледенелый пломбир с ледяной крошечкой. А здесь как будто бы аромат прям вот пахнет таким вот классным снегом. Любите лилию, однозначно присмотритесь. Любите такие вот трогательные весенние цветы также. Вы знаете, я даже не знаю, кого направить присмотреться к данному парфюму. Он настолько для меня оказался просто трудноописуемым. Просто я, наверное, не ожидала такой красоты. Пробовать однозначно. Конечно же, покупать слепую я вам не могу посоветовать. И вообще никогда не советую этого делать, если вы не готовы к каким-то разочарованиям. Но вот такой вот купить сет, конечно же, это... Можно попробовать сразу три парфюма. Что я хотела? Я хотела добавить то, что я уже говорила про это. И еще раз уточню. Это очень стойко. То есть это вот это лилейно-пломбирно-ванильное нега. Нега по-другому не назову. Это просто какое-то райское наслаждение обонять этот аромат на самом деле. Она продолжается очень долго. Я помню, когда ко мне приехал данный сет, я нанесла на запястье в районе, наверное, часов пяти. Я ушла с ним спать. И я помню то, что у меня рука ночью оказалась где-то в районе носа. Насколько мне вкусно пахло всю ночь. Все просто без преувеличений. Обожаю. Если знакомы, давайте обратную связь. Делитесь, какие у вас эмоции возникают, когда вы нюхаете данный парфюм. Я в раю. Я просто в раю. Как я уже сказала, сношу вот этот пробник. Однозначно себе хочу полноценный формат. И последний в данном наборе – это аромат катарсис, который, в принципе, также неплох, но на фоне первых двух он мне понравился, наверное, чуть меньше. Но, тем не менее, послушайте описание. Возможно, это то, что вы любите. Просто у меня также таких ароматов уже достаточно. И, скорее всего, он для меня не нов. Это красивые, благородные мармеладные розы в сочетании с деревом. Возможно, лакированным деревом. Возможно, это и лакированное дерево, и такой чуть-чуть сладковатый, ароматный, свежий спил, пропитанный капелькой алкоголя и капелькой уда. Уд прямо на минималках. Уд придает этому аромату еще больше теплоты. Он ни в коем случае, никаким образом его не портит, не делает каким-то сильно, допустим, мужским или сильно, ну, мужским, брутальным, либо каким-то супертяжеловесным. Наоборот, для меня это такой спокойный, умиротворяющий аромат на тему дерева, розы и как бы оттененной капелькой алкоголя, который актуален будет всегда, везде, в любое время года, если вы такое любите. Для мужчины показано 100%, для женщины, если, как я уже сказала, вам такое нравится. Для меня, скорее всего, такой вид парфюмерии уже, как я уже сказала, не нов, возможно, это, как сказать-то, скучновато. Но мне очень нравится носить подобные ароматы осенью. Осенью, когда хочется создать атмосферу уюта, даже, наверное, не создать, а дополнить атмосферу уюта, тепла, такого прям вот классного вечера, когда вы, я не знаю, как вы любите проводить уютные классные вечера, либо это одиночество и заниматься каким-то своим любимым делом, хобби, либо это вечер в кругу семьи, либо это вечер для двоих. Но однозначно, вот такие вот, такого направления парфюма, они очень классным образом, знаете, такая атмосфера костра, возможно, потому что есть такой яркий древесный аккорд, который, ну да, пахнет деревом, конечно, как такового жжёного дерева здесь однозначно нет, но если у вас есть каминчик, допустим, да, сиди у камина, очень классно будет рефлексировать, медитировать, да, с подобными ароматами. Он неплох, он красивый, он красивый, благородный, стойкий, но, как я уже сказала, для меня он чуть-чуть как бы, ну, не новый, да, не чуть-чуть, а для меня он не новый, это мы уже видели, слышали, поэтому, да, поэтому он у меня на третьем месте. Ноу-слип, это просто любовь, я не знаю, настолько он мне прям вот зашёл, и настолько он меня очаровал, что, ну, ребят, я не знаю, это просто какая-то сказка. Ну, мистический сахар также неплох, однозначно буду носить, однозначно рада приобретению, для любителей ванили и какао. Стоит присмотреться. Всё, на сегодня это всё, я надеюсь, что это видео было вам интересно, полезно. Ещё раз повторяю то, что вся актуальная информация внизу. Пишите, есть что сказать, обязательно жду от вас обратной связи, очень рада всегда, когда вы комментируете, когда вы участвуете в дискуссиях. Всё, на сегодня это всё, я вас всех люблю, целую. Пока. До новых встреч.